К следующему бою. Следующий бой. Это будет долгий бой, друзья мои. Главный рефери напоминает Пугольбай Арапай Улу. Пугольбай Арапай Арапай Уллу. Итак, следующие бойцы. Третья пара. Справа от вас Махтебек Арапай Улу. Он 98-го года рождения. Уроженец города Оша. 73 килограмма. Его вес рост 173 сантиметра. Он в черных шортах бойцовских. А его соперник в лице Мирзада Влатова Ахлидино. Он в светлых бойцовских шортах. Представляет он город Ангижан, республика Узбекистан. 91-го года рождения. 74 килограмма. Он весит 175 сантиметров. В его рост и именно этот узбекский боец Ахлидемир Задавлатов громко заявляет о себе в самом начале поединка. Так. Махтебек Уралбай Улу пытается защититься. Закрывает, закрывает, пытается закрыться. В частности, нижнюю часть. В сторону ниже челюсти пытается он закрыть. И это ему удается. Вновь в стойку возвращаются оба бойца. Давайте я еще немного расскажу об этих бойцах. Махтебек Уралбай Улу. Кыргызский боец. Горо Тош. 98-го года рождения. Представляет он спортивный клуб Улу Кыргызса. Из достижений пока что ничего значимого не высвечивается. Так сказать, в биографии у Махтебек Уралбай Улу. Оно и неудивительно. Парень 98-го года. Ему всего 20 лет от роду. Его тренером является Тенчтык Омур Заков. Ахлидин Мирзадовлатов продолжает. Доминантный путь, который он начал с первых же секунд. Но парень из Кыргызстана не пальцем деланный. Сумел таки он выйти. Ахлидин Мирзадовлатов, как я сказал ранее, представляет город Тандижан, республику Узбекистан. Представляет он бойцовский клуб Джаш Куч. Из достижений у него уже что-то есть серьезное. Является он чемпионом Азии по ММА, чемпионом мира ММА, чемпионом Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. Ахлидин Мирзадовлатов, который сейчас лежит и пытается защититься. Его тренером является Джохангир Карабаев. Вот такие вот регалии. Очень серьезный оппонент сегодня у Махтыбека Уралбайулу. Но Махтыбек, ничего не боясь, пробивает по корпусу и по лицу Ахлидина Мирзадовлатова. И бросается в объятия узбекистанского бойца. Ахлидин пытается забрать ногу. Не сумел таки. Так. Продолжается борьба в партере у двух бойцов. Ахлидин Мирзадовлатов. Теперь он находится в выигрышном более положении. Напомню, что у него очень серьезные достижения. Одно лишь звание чемпиона мира по ММА. Чего лишь стоит им. Если же Махтыбек Уралбайулу из Кыргызстана сегодня дойдет до победного конца, то это будет одной из самых громких побед Уралбайулу. Потому что достался ему крайне неудобный и серьезный соперник. Между ними 7 лет разницы. Махтыбек Уралбайулу 98-го, который сейчас вверху. Ахлидин 91-го года. Ой, а тут своевременная подсечка. Как подобрал он секунду для подсечки Махтыбек Уралбайулу. Крайне грамотно он действовал. Крайне своевременно. Устроил он подсечку. Ахлидин пытается близко к себе не подпустить. Махтыбек Уралбайулу широко расставляет ноги. И именно между ногами сейчас. Между ногами просачивается. Махтыбек Уралбайулу наносит такие свои хлясткие удары. Ахлидин пока не знает, как противодействовать Этому атакующему пылу парню из города Ож. Точнее из Харасуйского района. При Ожской области. Как легко забирается на Ахлидина Мирзадовлатова. Махтыбек Уралбайулу. Неужто сейчас полетит град атака. Три удара. Вот четвертый панч с правой руки. Ахлидин пытался от себя, как Вродео, выбросить на бок. Уралбайулу. Но тот продержался. И первый раунд заканчивается. Равно, равная борьба идет. Вот они. Вот они наши красавицы. Рыской республики. Это пояс Карасу. ММА Карасу файт клуба. Бойцовского клуба ММА Карасу. И именно ради него сейчас и бьются оба этих бойца за пояс ММА Карасу. Не за ВЭФ в целом, а именно подразделение. Карасу ММА. Бэкфист. Отличный в исполнении. Ахлидин Амирзадовлатова. Ему своим джабом отвечает. Махтыбек Уралбайулу. Фронткик также в исполнении Махтыбека. Да, яростное начало второго раунда. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько свободного пространства дает Махтыбек Уралбайулу. Ахлидин, что тот спокойно с развороту пробивает по корпусу. Так. Проход в ноги. В лучших традициях Калышбека Саркарбаулу. Калышбека Саркарбаева. Да, один из самых, если не самый популярный боец в Овожской области. Так, 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 так. Махтыбек. На радость публике собравшейся действует он. Каждое его удачное действие сопровождается ревом со стороны трибун. Таким праздничным ревом. Калышбек Саркарбаев. Коли я завел о нем беседу, то давайте немного по нему пройдусь. Родился Саркарбаев Калышбека Асылбековича в 1987 году, 20 января, в городе Озген. По профессии он юрист. Закончил он Овожский государственный университет. В 2009 году впервые он примерил на себе какое-никакое звание. А именно стал он чемпионом Крыгской республики по кикбоксингу и по боевому самбо. В 2009 году, затем в том же 2009 году Калышбек Саркарбаев стал чемпионом СНГ по боям без правил. Чуть попозже я вернусь к Калышбеку Саркарбаеву. А пока мы видим отчаянное противостояние. Из портера вновь в стойку переходят оба бойца. Нет, отсюда уже было видно, что захват не сильно зафиксирован у узбекского бойца. Капа выпадает, просит убрать ее. Вот он, вот он. Бой. Мужской такой бой. Ой-ой-ой-ой-ой, аж до бешкека слышен этот хлесткий удар. Махтебеку нужно собраться. О-о-о, бэкфизм, а-а-а. Прям, друзья мои, импровизатор настоящий. Ахлидин Мирзадовлатов. Оно и неудивительно. Вы что, ему свободу и пространство дает. Махтебеку, Ралбайуулу. Нужно ему, конечно, почетче следить. С ударами и передвижениями Ахлидина Мирзадовлатова. Я не удивлюсь, если очередной удар с развороту нанесет сейчас Ахлидин Мирзадовлатов. Это его коронная стойка, его коронная позиция. Именно вот с такой позиции обычно и пробивает ногами Ахлидин Мирзадовлатов. Спокойно так фронткиками обменялся. Фронткик сейчас подарил, так сказать. И сокращает угол обстрела сейчас Махтебеку, Ралбайуулу. От греха подальше решил просто-напросто сблизиться с Ахлидином Мирзадовлатовым. Махтебеку, Ралбайуулу, потихоньку силу его покидают. Видно уже невооруженным взглядом. Да и глаз правый начинает опухать немного у Махтебека, Ралбайуулу. Но верят в него. И мы, конечно же, тоже его поддерживаем. Так же, как и поддерживаем Ахлидина Мирзадовлатова. Комментатор спортивных событий, так же, как и рефери, должны быть беспристрастными судьями всего того, что происходит в октагоне. Поэтому пускай победит сильнейший. А пока... Оба бойца решили немного передохнуть. А я этим воспользуюсь и продолжу свой рассказ о победах Хлышпека Саркарбаева, самого главного бойца Оржской области. В 2009 году, как я сказал, он стал чемпионом СНГ по боям без правил. А в 2011 году по правилам ММА стал международным чемпионом ММА по версии Валетуду. Затем в 2011 году стал чемпионом международного соревнования KF1 MMA World Competition. Затем в 2013 году на Allash Pride Great Battle 2 стал чемпионом данного международного состязания. В 2013 году также брал победный ход и брал чемпионство на Allash Pride Great Battle. Затем в 2016 году стал чемпионом в F-Pro Fight 3. И это уже считается его самой крайней такой более значимой победой. Очень насыщенная карьера получилась у Хлышпека Саркарбаева. Тем временем Мухтбеку Ралбайулу свои джебы включает. Вперед Ахлидин Мирзадовлатов и бровью не шевелит. И вновь удар с разворот у Ахлидина. Так, полу-хайкик у Мухтбеку Ралбайулу. Да. Вот так взбучка начинается у нас сейчас. Набирает обороты этот поединок. И просто как в аниме-мультфильмах, в манге и аниме действует Ахлидин. Мирзадовлатов аж сверху наносил свои панчи. На этом он и попался сейчас. Мухтбеку Ралбайулу заметив вот это пространство между рукой и корпусом у Ахлидина. Мирзадовлатова туда и ринулся. Но Ахлидин Мирзадовлатов тут же встречает его захватом. Но потное тело Мухтбеку Ралбайулу с легкостью выходит из-под захвата. Давайте я завершу беседы о Калышпеке Саркарбаеве. Рассказ о Калышпеке Саркарбаеве. В данный момент, если смотреть на портал Шердок, то у него 9 побед, 2 поражения и 0 ничейных результатов. В данный момент он женат, семейный человек. У него трое детей. Ему, конечно, я лично желаю дальнейших успехов в любых других поприщах. Он в свое время знатно поднимал флаг нашей с вами любимой республики. А тем временем новая история пишется на наших с вами глазах. Новую историю лично для себя пишут Мухтбеку Ралбайулу и Ахлидин Мирзадовлатов. Мирзадовлатов находится сверху пока что. Он 91-го года рождения. Напомню, что он чемпион Азии по ММА, чемпион мира по ММА, чемпион Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. И это все Ахлидин Мирзадовлатов, который сейчас сверху расположился. Мухтбеку Ралбайулу. Мухтбеку... Видно было, что тяжелее ему приходится раз за разом принимать удары и самому отвечать ударами. Некая тяжесть появилась в его ударах. Но до последнего будет он бороться, как вот сейчас. Молодцом Мухтбеку Ралбайулу. Другой бы, быть может, на его месте давно бы постучался или пал бы с жертвой нокдауна. Но Мухтбеку Ралбайулу держится до последнего. Ему всего 20 лет. А он показывает железный характер. Вот именно на таких вот региональных соревнованиях и начинается путь в большой спорт у спортсменов, которые желают достичь больших спортивных высот. Ринк-эннонсер вовсю заряжает публику. Так, немного подождав, немного успокоившись, Мухтбеку Ралбайулу включает таки свои удары. Я напоминаю, что это битва за пояс ММА Карасу. Нет, еще не время, еще не время. Бой не завершен. Впереди четвертый раунд. Это секундант Ахлидина уже выбрасывал флаг Узбекской Республики. У нас впереди четвертый раунд. Быть может, решающий, друзья мои. Кто знает, нужно сейчас уже переворачивать ход этой встречи. Кому-то из них нужно сейчас отвечать жестким нокаутом, либо удушающим, потому что сил все меньше, и оба сейчас в зоне риска находятся, оба этих бойца. Один более-менее толковый удар по виску, и все, можно уже праздновать победу. Либо бросить последние силы на удушающий, либо на захват руки-ноги. Там уже едва ли кто-то окажет яростное сопротивление. Действительно, крайне энергозатратный бой мы с вами видим с первого раунда. Включив режим такой... Бей-беги-бей. Оба бойца продержались таки до четвертого раунда. На кону, я напоминаю, пояс ММА Карасу. Пояс локального значения, именно Карасуйского значения. Тоже это достижение, это пояс как-никак. Поэтому такие вот страсти, поэтому такое вот желание. Мухтебе Коралбай Улуо. Правый джеб прямиком попадает по лицу Ахлидина Мирзадовлатова. Ахлидин. Не оказывает пока что должного сопротивления. Мухтебе Коралбай Улуо спокойно. Действует он сейчас. Главное с нервами совладать молодому бойцу. Ну, неужто включит режим Федора Емельяника, когда тот был в лучших своих кондициях. Вы же помните любителя боя без правил этого величайшего бойца, императора, который пять лет никому не давал чемпионства в промоушене Прайд, да, в начале нулевых. Именно этот японский промоушен являлся лучшим по зрелищности, лучшим по набору бойцов. Да, олдфаги, старики поймут о чем я говорю. И именно в этом промоушене Федор Емельяника показывал свои лучшие бои. Всех оставлял неудел. Именно ему присущ граунд-эн-паунд, его коронка после захвата. Так. А сейчас как бы Махтебеку Уралбайулу. Нельзя, нельзя далеко отпускать свою руку. Нужно обратно ее возвращать, что и пытается сделать Махтебеку Уралбайулу, так как переносит вес своего тела на другую сторону. Так что ему удобнее стало вызволять свою руку. Так. Во всю поддерживает собравшаяся публика Махтебеку Уралбайулу. Конечно, чести ради перед своими родными трибунами нельзя. Отдавать победу Махтебеку Уралбайулу. Но, тем не менее, пускай победит лучше. Я ни в коем случае не болею ни за того, ни за другого. Я лишь за красивый спорт, за красивое ведение боя. Пускай победит сильнейший. А пока сильнейшего выявить тяжеловато. Получается. Теперь. В лидирующей позе находится Ахлидин Мирзадовлатов. Вот так вот. Федор Емельянников в лучшие свои годы просто сокрушал своих бойцов граунд-энд-паундом. Находясь сверху, он просто наносил. Будто из топора выбрасывал. Будто топором резал лица и корпуса своих оппонентов. И Махтебеку Уралбайулу что-то наподобие этого хотел было исполнить. А пока что он получает прямиком по лицу. Вот Ахлидина Мирзадовлатова. Нужно сейчас оборону выстроить. Махтебеку Уралбайулу. Потому что очки сейчас за Ахлидина Мирзадовлатовым после этой серии панчей, серии яростных ударов. Махтебеку нужно поскорее просыпаться. Свои оставшиеся силы бросить на концовку. Да, очень много потратили сил оба бойца на этот бой. Но конец его будет сладким. Что мы видим? Ахлидин уходит на удушающий. Что тут было? Ой-ой-ой-ой-ой. Как же сегодня везет Махтебеку Уралбайулу. Лишь гонка об окончании четвертого раунда спасает его от удушающего. Поверьте мне, если бы не гонка об окончании четвертого раунда, Ахлидин Мирзадовлатов, скорее всего, вышел бы в победителя своим удушающим приемом. Четвертый раунд не оказался решающим. И вот пятый заключительный раунд ММА Карасу Файт Клаб в рамках под эгидой WEF World AirTimes Federation. На канун пояс чемпиона Карасу ММА. Друзья мои, я напоминаю, что Ахлидин Мирзадовлатов из Узбекистана в светлых бойцовских шортах, а Махтебеку Уралбайулу в черных бойцовских шортах. Махтебеку Уралбайулу 20 лет. Ахлидин Мирзадовлатов родился 91-го года рождения. В 91-м году он родился, да. Ему... Ой-ой-ой-ой-ой! Ему 27 лет, в этом году будет 28. Между ними 7 лет разницы. Интересно же, что же окажется сильнее, кто же окажется сильнее, конечно же, опыт или молодость. Яркая, резвая молодость или... Такой неспешный, расчетливый опыт. Вот мы и узнаем уже по окончанию этого поединка. Главная интрига, досрочно ли он завершится. Или... Все-таки все пять раундов проведут эти бойцы. Так, завязка ног в исполнении Махтебеку Уралбайулу. Ахлидин Мирзадовлатов, о чем он думал, я не знаю. Хотел было, наверное, спокойно, легким прогулочным шагом уйти от Махтебека Уралбаяулу. Но не тут-то было. Махтебек сзади так связал ноги и повалил своего узбекистанского визавись в сегодняшнем бою. Ох, вот он, вот оно мастерство Тугальбая. Арапайулу прям по ходу встречи. Главный рефери надевает капу. Вставляет капу между зубами. Махтебека Уралбайулу. Махтебека Уралбайулу вовсю поддерживает публика. Махтебека Уралбайулу. Махтебеку нужно отвечать той же монетой, той же яркой. Так. Пошли кое-какие удары у Махтебека Уралбайулу. Уже просто-напросто как из рогатки выбрасывает свои удары. Боец из Харасу. Не сумел таки он зафиксировать свои руки, чтобы уйти на удушающий. Ахлидин Мирзадовлатов уже тяжело ему ставить оборону, защищаться. И вообще, если смотреть бои даже высочайшего уровня, то в такой позиции едва ли немногие могут поставить защиту. Ведь очень много факторов не позволяют поставить грамотную оборону. При позиции лежа это и попытка уклониться, это и динамика. А вот зачастую именно такое вот положение и спасает получающего удары. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, недолго Ахлидин танцевал. Только-только он уходил от града ударов. Как тут Махтебек Уралбайулу. И все, можно, можно тут уже завершать. Тудельбай Уралбайулу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, в одну калитку Махтебек Уралбайулу. Практически без сопротивления наносит свои хлесткие удары. Ничего не может противопоставить пока что От Валидия Мирзадовлатов Лишь отцепить от себя пытается Ой-ой-ой, на радость публике Давайте это без комментариев посмотрим Послушаем рев Трибун, так сказать Не, ну все, ну все Мухтебек Уралбай Улуи сам Понимает, что он выиграл этот бой Вот, вот молодцом Это и называется профессиональный боец Сразу же пошел Пожимать руку своему оппоненту Которого он несчастно Избил В концовке встречи И пояс Карасу уходит Мухтебек Уралбай Улуу Вы уже сами это видели Но давайте дождемся решения Боковых судей И по Жанинам Вот так неожиданно Друзья мои Едва ли Вы можете встретить Такое еще где-нибудь Флаг, конечно, нужно поднять Но он этого не увидел Ну что, констатация факта Побеждает дружба Я поздравляю Увидимся уже с вами Завтра, друзья мои Смотрите НТСПОРТ Занимайтесь спортом Субтитры сделал DimaTorzok